Привет! Если мы с вами уже разобрались с простыми бульонами, да, которые вам дают базис для всех последующих супов, то пора бы положить в свой багаж знаний что-нибудь действительно легендарное. Как вам идея научиться готовить японский рамен и вьетнамский фобо? Это же два мастодонта жидких супов. И сегодня я расскажу, как их приготовить дома. Для приготовления этого супа нужно как минимум заранее сделать некоторые заготовки. Например, замариновать свиную шею в соевом соусе и поставить ее в холодильник на ночь, чтобы она хорошенько им пропиталась. После этого, если она у вас плоская, если она выглядит в качестве вот такого длинного широкого куска мяса, то мы ее формуем в виде рулета. Понятное дело, что когда мы говорим про классический рамен, который готовится в больших чинах на 50, а то и на 60 литров, там используется целиковая большая свиная зачищенная от костей шея, которую режут пластами и формуют из нее уже настоящие плотные рулеты. Но в нашем случае хватит и маленького рулетика, который мы, кстати говоря, чтобы он у нас не деформировался, обвязываем бечевкой. Тут все мы действуем по классике. Сделали первый узелок, зафиксировали его у основания. Даже здесь чувствуется немножко японской эстетики с точки зрения того, что вы придаете форму мясу, которая еще даже не сварилась. Делаем несколько узелков. Теперь она готова к тому, чтобы отправить ее в нашу водичку. Но здесь есть тоже один важный момент. Если бы я использовал свиные кости, как в рецепте ниже, который я вам написал, то кости должны были быть уже в этом бульоне. И с них нужно было слить первый бульон. Это нужно для того, чтобы бульон оставался светлым. Если же вы кости не используете, этот момент можно пропустить. Соответственно, я его пропускаю. Второй момент, то, что вам нужно подготовить, это зажарить куриные крылья. Либо куриные костеты. У меня как раз остался один хребет после того, как мы разделали с вами курицу по принципу галантин. Теперь сдабриваем все это дело кунжутным маслом. А духовка, тем временем, у меня прогревается аж на 250 градусов в режиме конвекции. Нам не нужно здесь делать что-то особенное, да, с тем, чтобы там как-то их по-особенному пожарить. Нет, наша задача всего лишь покрыть их маслом, чтобы улучшить темно воздействие жара на поверхность и отправить их в раскаленную духовку. Таким образом, мы пытаемся достичь настоящего колоритного вкуса для бульона раман. За счет обжаренной, даже пережаренной курицы. Это то, что нужно нам для нашего рамана. Сейчас мы их отправляем в бульон. Свининка как раз тоже начала уже удалять отсюда пену. Опять, как вы видите, что пена у нас белая, потому что у нас свиная шея не самое темное мясо. И, конечно же, вытопившийся жир из курицы тоже у нас сюда отправляется. Теперь, все, что нам остается сделать, это залить водоросли комбу холодной водой. Как и в случае с мисо-супом, также нужно их предварительно замочить. И потом их вместе с этой водичкой мы их добавляем прямиком в бульон. Теперь, из бульона, после того, как мы добавили туда куриные кости, нам нужно будет снять еще пенку, которая у нас пойдет именно из куриных костей. Именно в этот момент вы можете также урегулировать жирность вашего бульона в последующем. Потому что жир из свинина, жир из костей начинает подниматься на поверхность. И вы можете его также вместе с пенкой начать удалять. Более того, если вдруг у вас бульон будет слишком жирный, и жировое пятно на поверхности будет полностью перекрывать ее, то, скорее всего, бульон также станет у вас мутным. Только за счет того, что жировое пятно будет действовать как крышка. Поэтому часть жирка я все-таки сниму. Теперь, пока у нас пенка будет только подниматься, я подготовлю лук-порей. Белую часть я буду использовать для его сервировки. А зеленую часть идеально подходит для бульона. Дальше. Репчатый лук. Также разрезаем его вдоль пополам. Имбирь нарезаем тонкой пластинкой. Если бульон начинает кипеть, мы уменьшаем, конечно, нагрев, не даем его дойти до точки кипения. И продолжаем снимать пенку, которая у нас снова поднимается. Мы также берем чеснок и чеснок нарезаем вдоль пополам. Вместе с шелухой так его оставляем. Как только бульон у нас заварится, немножко выпарится, мы туда добавим уже все эти элементы. Спустя 2 часа времени мы видим, что бульон выпарился, он осел, стал более плотным по цвету. Берем сахар, всыпаем его в бульон. Соль. Добавляем его в бульон. Дальше. Добавляем замоченный в течение 2 часов водорослей комбу. И также добавляем сюда лук, чеснок, имбирь и еще и лук-порей. Именно сочетание таких продуктов и в таких пропорциях дают базовый вкус для бульона рамен. Есть еще 2 компонента, которые нам нужно с вами добавить, чтобы достичь по-настоящему классического на вкуса у рамена. Это соевый соус и митсукан. Это рисовый уксус. В идеале, конечно же, добавить сюда немножко саке. И это было бы просто шедеврально. Теперь мы оставляем этот бульон при 90 градусах еще на час-полтора. Спустя полтора часа наш рамен готов. И посмотрите, какой чудесный у нас бульон получился. Он золотисто-коричневый, пахнет фантастически. И все мясо в нем готово. Соответственно, сейчас я уже подготовил себе все ингредиенты, благодаря которым соберу настоящий рамен. А именно, яичную лапшу, лук-порей, водоросли нори и отваренное яйцом в течение 7 минут. Начнем мы, конечно, сразу же с лапши. И с ней мы ничего не будем делать. Мы просто берем ее и кидаем сразу же в сотейник с водой. Такая яичная лапша варится буквально 2,5-3 минутки. И этого будет вполне достаточно для того, чтобы нам подготовить все для рамена. Из рамена я достаю нашу связанную свиную шею. Отрезаем у нее все ниточки. Лучше это сделать при помощи ножниц. И теперь можем нарезать нашу свиную шею тонким ломтиком. Вот так выглядит свинина на классический рамен. По ней видно, что она была скручена в рулетик. Да, она не плавала на нас бесформенным пластом. А значит, мы все сделали с вами правильно. Выкладываем свинину сразу же на тарелку. Берем свежий лук-порей. Из него можно использовать верхние листики. Кладем их плоской стороной. И шинкуем максимально тонкой соломкой. Соответственно, горячую лапшу мы сразу же перекладываем к себе в наш рамен. Также, как правило, на декор мы можем всегда использовать яйцо. Оно у нас подварено в смятку. То есть внутри оно сырое. Так что действовать нужно быстро. Теперь все, что нам остается сделать, это залить наш рамен горячим бульоном. Кстати, одно важное правило при сборке рамена. Практически никогда я не видел того, чтобы лапшу варили в бульоне из-под рамена. Только для того, чтобы он крахмал из лапши его не испортил. У нас же все, на мой взгляд, получилось просто шедеврально. Видов рамена очень много. К примеру, наш с вами рамен звучит как ассари танкотсу рамен. А вы, таким образом, научились готовить настоящий рамен в домашних условиях. И это, я считаю, победа. Но это еще не все. Следующий у нас на очереди фобо. Фобо. Фобо самый популярный азиатский суп не только во всем мире, но и особенно в Москве. За ним выстраиваются огромные очереди на любых точках, где он, собственно говоря, появляется. И я могу вам сказать, что вы уже умеете его готовить. Спросите, почему? Да просто потому, что вы уже знаете, как готовить базовый бульон. И вы знаете, как готовить бульон рамен. А фобо это практически его брат-близнец, но только с другими ингредиентами. А теперь смотрите внимательно, чем же он отличается. Повторите шаги, чтобы его получить. Поехали. Вместо куриных кастетов и свиной шеи мы кладем в горячую воду говяжий оковалок. И он у нас будет давать нашу основную базу скуса. Говяжьи кости, абсолютно любые, которые вы можете найти. Но самые лучшие, конечно, те, где есть мозговая косточка. Мы их сдавриваем немного оливковым маслом. Убираем их также в духовку, как мы делали с куриными крыльями. Ставим стальную сковороду на прогрев, чтобы подпечь на ней овощи. Разрезаем репчатый лук пополам. Разрезаем чеснок поперек пополам. Также берем имбирь и его тоже нарезаем тонкой пластинкой вместе с кожурой. Выкладываем все на разогретую сковороду. Также снимаем с бульона пену. И обратите внимание, насколько она коричневая. Это тот самый миоглобин, про который я вам уже рассказывал. И наша задача снять ее максимально тщательно, чтобы в последующем бульон оставался кристально чистым. После того, как вы избавились от пены, самое время добавить подпеченные овощи. Подпеченный имбирь, подпеченный лук, подпеченный чеснок. Все это даст нам хорошую ароматику нашего говяжьего бульона. В отличие от рамена и куриного бульона, фубо мы 100% солим с самого начала. И еще также с самого начала добавляем глютамат натрия. Да, если ты хочешь варить азиатский суп, нужно уметь играть по их правилам. Но на самом деле с глютаматом натрия не так все печально, как вам может показаться. Дело в том, что это такая же аминокислота, как и те, что у нас содержатся во всех других белковых продуктах. По большей части, это аминокислота, которая синтезирована из водорослей. И несет всего лишь себе вкус умами. То есть, по большей части, тот вкус, который также встречается и в томатах, и в водорослях комбу, и даже в сыре пармезан. Не стоит его бояться. Но с глютаматом натрия главное не переборщить, так как он затуманивает остальные вкусы. И они становятся не такими явными. Теперь мы оставляем наш бульон на 2 часа времени томиться на медленном огне. Так, чтобы он не кипел, а настаивался. После того, как бульон постоял 2 часа, мы добавляем туда необходимые нам специи. Добавляем листик кафирского лайма. Можно свежие, можно сушеные. Добавляю звездочку бадьяна. Добавляю палку корицы. И добавляем стебель лемонграсса, который я отобью. Также важным элементом вкуса здесь является черный кардамон. Он выглядит как обычно зеленый кардамон, но взрослее, больше и насыщеннее по вкусу. Собрав все необходимые нам букеты, мы оставляем фобо еще на полтора часа. После этого мы можем приготовить фантастический суп. Ну что, друзья, теперь мы убедились, что на самом деле приготовление любого супа – это как игра в конструктор. Важно соблюсти только количество ингредиентов и, конечно, выдержать правильное время. И таким образом вы можете приготовить абсолютно любой бульон и суп на его основе. Сейчас мы с вами симулируем деятельность, как настоящий фобошный. У меня есть готовый бульон, который обычно хранится в вот этих больших чинах. У меня есть, опять-таки, бойлер, где я сейчас быстренько запарю себе лапшу. И, соответственно, быстро покажу вам, как сделать ароматное чили-масло. Но начнем мы с лапши. Вода у меня почти закипела. В данном случае я использую фунчозу. Вы можете взять как такую же тонкую лапшу, так и широкую лапшу. В целом все только на ваше усмотрение. Прелесть рисовой лапши в том, что ее не нужно долго варить. Больше того, ее даже варить-то и не нужно. Вы просто ее бросаете в горячую воду и даете ей запариться буквально в течение 4-5 минут. Пока лапша запаривается, я сделаю чили-масло. Это то, что делает фубо по-настоящему пряным. Важно использовать тайский мини-чили-перец. У него я удаляю попку. И давайте сделаем даже, наверное, 2 перчика, чтобы совсем мамы не горюй было. И бросаем их просто сюда в маслице. И добавим немножко сюда чеснока, сладкого чили-соуса для контраста и немного сока лайма. Теперь, используя блендер, я сделаю такое чили-масло, которого буквально будет достаточно пару капель для того, чтобы душа запела. За счет того, что я взбиваю масло блендером, оно стало у меня похоже на эмульсию. В этом нет ничего страшного. Буквально через несколько часов оно станет снова прозрачным и насыщено ароматами чили. Пробовать его в чистую я вам не рекомендую. Дайте ему настояться и лучше капните его себе немножечко в суп. Также, перед тем, как мы с вами соберем себе фубо, я выловлю отсюда кусочек говядины и нарежу его тонкими ломтиками. Готовность рисовой лапши еще проще определить, чем яичная лапша. Она станет прозрачной, когда она готова. Сейчас она пока что матовая, дадим ей еще буквально минутку времени. Для подачи я рекомендую использовать большую пиалку. Конечно же, традиционно объем примерно должен составить пол-литра, если не литр. Но в моем случае 350-400 тоже будет идеально. Я сразу в него выкладываю сюда говядину. Также рисовая лапша у меня запарилась, я ее сливаю. И сразу перекладываю ее себе сюда в суп. Сюда мы можем на декор положить немножечко лайма. И, конечно же, добавить сюда горячий бульон с пылу с жару. И теперь капнем сюда немножко чили масла. Все-таки я должен его попробовать. Капаем прям буквально его поверху, чтобы оно создавало у нас потрясающий баланс. На декор мы можем положить здесь несколько соцветий кинзы. И на этом еще один легендарный суп есть в вашей копилочке рецептов. Потрясающее вьетнамское фобо, которое требует чуточку внимания как к ингредиентам, так и ко времени. И все у вас получится. Пробуйте. Но я вас очень прошу, не спешите в приготовлении этих бульонов. Они требуют действительно времени для того, чтобы стали по-настоящему насыщенными и вкусными. И если вы сделаете все правильно, то вы сможете гордиться собой и порадовать своих близких.